Упокою вас, дам жизнь другую. Сегодня люди чем угодно занимаются в этой рулетке. Одно блудодеяние, а слово Божие не пользуется никаким авторитетом у них. Курят, пьют, блудят, прям открыто все это делается. Нигде в интернете больше этого нет. Сейчас рулетка сделалась с Содомом и Гаморрой. Мужики не спят, половина голые валяются. Анонизм занимается открыто. Процентов 85 мусульман. То есть все самые неистовые к женскому полу явились сюда. Зафиксировались. А мы пришли, чтобы сказать, что это нельзя делать. Прилюбодеев в огне будут гореть с сатаной. Не поможет это, отец? Каждый раз разный сидят, на рот. Да разница-то небольшая. Я только что разговаривал с одним. Видно, что лет 60-е мы курят. Я говорю, мы не разговариваем, когда человек курит. Он не может. Он в меня всыпился. Я говорю, я Библию показываю. Курит. Иоанн Кронштадтский говорит, уста, рот, уста курящего, демонская кодильница. Он ни одного слова не принимает. Ну положи. Он не может. Всыпился в эту вонючку и держится двумя руками. Пока разговариваем, отложи ее. Потом будешь добирать себе эту смерть. Есть такой ролик сейчас, называется «Интервью с дьяволом». Дьявол и журналист в лесу сидят, и он, журналист, задает ему вопросы. И он закуривает сигару. Дьявол-то, он говорит, вы курите? А он захохотал, говорит, вы спрашиваете того, кто это придумал? Интересно. Очень увлекательно, кстати. Мне понравилось. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Канал. Вы громче говорите, он вас плохо слышит. Я говорю, вас... Нет, 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 я хорошо слышу. Нет, он чтоб громче говорил. Он говорит, что заходил на наш канал, увлекательный. А, знаете, да? Ну, а если зайдете на сайт, через гугл, сайт, во свете Библии, тоже Игнатий Лапкин, сайт, то на сайте вы там найдете, и больше нигде нет. Я отвечаю в письменном виде, на 4 120 вопросов студентам. Да, я слышал, вы говорили уже со мной на эту тему. Вы говорили, что студентам отвечаете. Да. Потому что люди, многие, не знают пути спасения. Для чего родился? Они знают, просто живой и все. Говорят, бери от жизни все, что можешь. А что ты можешь взять-то? Если без Бога-то. На завтра уже сожаление. Подождите, а для чего человек родился? Для того, чтобы прославить Бога и в Царстве Небесном после смерти быть со Христом. Это единственная, самая точная цель, которая не меняется от политической системы, от здоровья, от возраста. Значит, каждый человек рожден для того, чтобы прославить Бога? Да, и в вечности быть со Христом, который умер за грехи людей и омывает человека кровью причистою, чтобы человек жил для Царства Небесного. А почему Господь тогда создал так много человек? Почему Он не создал две тысячи, например, для того, чтобы они просто его прославили? Так, вопрос-то не ко мне, к Богу. Вы задавайте, молитесь. Вы ко мне вопрос задавайте. А за Бога, почему так поступил, допустим, Дональд? Не знаю. Почему так, Рамзан? Не знаю. А у них надо спросить, иначе ответ будет не точен. Спасибо. К Богу. У нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Да, видите как. Грехи умер Христос. И мы пришли рассказать об этой радостной вести. Он умер и воскрес в третий день. Спроси папиросы, мы поговорим. Мы не разговариваем с курящими, потому что они самоубийцы. Христос всех зовет к покаянию, чтобы жили по его заповедям. Христос-то не умер? Воскрес. Христос не умер. Вчера не умер. А как он воскрес тогда, если он не умер? Вчера день воскресения был. Слово воскресения. Кого? Кто? Не Ленин же воскрес. Ни Гитлер не воскрес. Я имею в виду, что он на небесах. Он живой. Он живой. Теперь воскрес и вознесся. Вознесение на сороковой день. Правильно. Ага. Да. Мне приятно с вами поговорить. Ну так что же. Мне жалко вас. Что же так делается. Раздели мужиков. Все. Кто-то раздевает их. Не, не, не. Вы хотите показать. Вот сейчас на вас выйдет какая-то блудница. Она увидит. Мужик так. У него много мяса. Много корма червям. Хороший на один день. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я просто, я просто разделся у себя в квартире. Да нигде больше нет этого, чтобы раздетые были. Из чего ради-то? Половина раздетая-то. И у всех жарко. На севере в Ямале жарко. Для чего говорить-то? Это место блудилища. Оно составлено для этого было Андреем Штерновским. Мальчишка 15-летний сотворил вот эту, вот сейчас рулетку. И сразу стал миллионером. Это самое блудилище, дыра в преисподнюю. Дед, а как вас величать-то? Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул. Мне 81-й год. Достаточно для вас? Игнатий Тихонович. Лапкин, вы можете зарядить в скайпе. И я вам скину наши ресурсы. На ютуб. Да ничего. Игнатий Тихонович. Короче, никто меня не раздел. Это я сам разделся. Ну да. Могу сейчас опять надеться. Как говорится, меня нетрудно обмануть. Я сам обманываю Сарат. Так, меня надо раздевать. Я сам разденусь. Готов объятием. Это только для женщин, для блудящих. Для шалафа разделись-то. Мужики, срамота какая. Жена своя, если есть, ты не будешь раздеваться перед ней. Где ты, Игнатий? Нет. Я мусульманин. Вот как раз. Ну и что, мусульманин тоже человек. Он же не по таракам. Он тоже суд божий будет отвечать. Нет. Мне не будет никого. Ну хорошо. У вас, скажите, это ваша книга? Коран, да. Перевод? Перевод. Что написано? Да, да, да. Да. У вас же не разрешено тоже там воровать, материться. А вот подряд тут материть все. Конечно, нет. Почему? Малые дети еще вот здесь вот встречаются. Мусульманские. Меня видят. Ему-то лет 6-7. Они матом кроют. Я говорю, а взрослые увидят, что вам скажут? Он сразу притих. А за что вас кроет матом-то? Господь призывает всех к покаянию. Христос. И говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Иго мое благо и бремя легкое. Евангелие от Матфея 11-28. Иисус. Иисус. Да, Иса, как вы называете. Да. Он для нас пророк. Посланный от Аллаха. Согласны? Да что согласны? Мы должны знать, что Евангелие говорит. Вы пришли на 600 лет позже. Откуда вам знать? Вы можете только от нас узнать. Вы скажите одно. Вы скажите одно. Просто Иисус это пророк посланный. Он и пророк и второе лицо Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Сие три суть едино. У вас этого нету, совершенно не знаете. У нас настолько разное все. У нас нету. Иисус это посланный Богом. Посланный Богом на землю посланник. Давайте я вам вопрос задам. Скажите. Вот человека поймали убийцу. Посадили его в тюрьму. И утром его казнить будут. Я это задаю не где-то, а в доме Мулы мы ночевали в миссионерской поездке. Как ему спастись? Добрые дела. Какие добрые дела, когда его казнят утром? Все закончилось. А у нас Христа когда распяли, рядом разбойники. Сначала оба смеялись. Один говорит, помяни меня в царстве твоем. Господь сразу говорит, ныне же будешь со мной в раю. Деда, я задам такой вопрос, обычный. Обычный. Сколько было пророков? Смотря какие. Были школы пророческие. Сразу 400 человек. Мы знаем Моисей пророк. Первый. Вы вопрос задали, я вам отвечаю. Нехорошо. Написано, невежда тот, кто дает ответ, не выслушав. Так вот, есть великие пророки, как Исаия, Иеремия, Иезекииль. И 12 малых пророков. Последний из них Малахия. Но потом приходит Господь, его называют пророком. Они не знают, за кого его признать-то. А он, Господь и Бог, спустился на землю, через Деву Марию воплотился. А в последнее время явятся с неба два пророка, которые взяты живьем, Еноха и Илья. И это будет в Иерусалиме, когда над всей землей будет один царь, еврей. Мусульмане все подчинятся Антихристу. Потому что они Христа не знают. Они его примут, как Машиаха. Библия говорит, он будет в Иерусалиме 42 месяца. Я с вами не согласен. Ну хорошо, что не согласен. А не то, что спустятся с небес двое. Один из них будет Иисус, а другой будет... Как его звали-то? Малдий. Кто это такой? Имам Малдий его звать. Что у него во лбу глаз будет? Нет, это Даджал. Это Даджал. Вы Библию не читали хотя раз? Библию. Ни разу не читал. Я не буду врать. Я вам показываю. Вот наша книга, из которой я вам цитирую. И в Библии говорится обо всем этом. И в Библии пророчество. У вас в книге ни одного пророчества нет. Вот допустим, кто у вас написал Библию, кто ее писал-то? Ну вы знаете, ваш основатель. Он упоминает Сулейман. Сулейман это Соломон. Это одно и то же слово. Соломон. Так у нас в Библии четыре книги Соломона. У вас ни одного предложения нет. Почему? Они признают Сулеймана. А ни одной буквы нету написано, что он сделал. Нету. Скажите, слушайте. Не перебивайте, просто слушайте. Я вам говорю, а почему четыре Библии у вас или пять? В Библии четыре книги Соломона. Вы не поняли. Библия. Библия. Сколько у вас? Одна Библия, в ней 77 книг. То есть вы в руках не держали. Ветхий Завет и Новый. Ветхом 50 книг, в Новом 27. Из них четыре Евангелия. А Коран ни разу не изменился? Нет. Даже точка не изменилась? Его собрали, как писали. Это все уже описано. Сколько было свитков. Потом из них выбрали то, что нужно. Остальное сожгли. Нет, нет. Вы не знаете. Просто я вижу, что вы Коран не знаете. Скажите, в каком году умер ваш руководитель? В каком? Это вы нашего пророка, что ли? Я говорю того, кто написал Коран. Кто написал Коран? Когда он умер? Кто написал Коран? Да. Вот у нас первые книги в Ветхом Завете написал Моисей. У вас Муса. Муса. Моисей. Бытие. Исход. Левит. Число второзаконие. Пять книг. А потом дальше идут книги. Судей там. Самуил писали. Вашу книгу кто написал? Вы ответьте мусульмане. Сколько книг уважают? Ну, как бы... Ну, по-ростому скажите, кто написал Коран? Пророк Магаммад Самуал. Так, а теперь, когда он умер? В каком году? Видите, как вы знаете? Я вам скажу, я вам скажу, запоминай хорошо. В 632 году, по нашему исчислению, от Рождества Христова. В 632. Шесть столетий христиане жили, умирали. Написано, а он не воскресал. Вы что? Я вам не вашу книгу трогаю. Я читаю здесь. Как он был прибитый. Как Христос молился. Как умер. Как воскрес. Четыре евангелиста об этом говорят. Деда, деда, я кроме христиан, что-нибудь такое сказал, лишнее. Я ничего вам не говорю, кроме того, что в Библии написано. А вам по вашей книге задаю вопрос. Скажите, вы знаете, что Христос оружие в руки не брал? Это знаете? Да, я знаю. Когда Петр отсек ухо, когда Христа арестовывали. Утром его казнили в пятницу. Христос ему сказал, вложи меч твой в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Не знаю. Честно говоря, не знаю. Ну, не знаю. Теперь скажите, основатель вашей религии, он воевал? Да. Сколько? Нет, он сам не воевал. Ну, руководил. Гитлер не воевал. Сталин не воевал. Но мировые войны были. Они махнули рукой, и 2 миллиона с половиной сразу вторглись на территорию Советского Союза. Он не воевал сам, не убивал Гитлер. Так, смотрите. Какого Советского Союза? Там от Советского Союза даже не было. Где не было? Я говорю, кто не воевал. Я вам сравнение делаю. Не надо. Тогда не было. Ну, в 41-м году было. В 1941-м. Они не воевали сами. Так и здесь. Он не воевал. А сколько сражений провел? Стойте, вы что, и 41-й год-то вы сейчас... Нет, я хочу сказать разницу между Христом. Вы говорите, пророк. Как Бог. Теперь вы сказали, я вам отвечаю. Сколько сражений провел, чтобы сделать сравнение? Не знаете? Запомните. 72 сражения. 72. 72 раза он сражался. И только 2 были оборонительных. Это разница большая. А Христос меч в руки не брал. А наш пророк тоже не брал. Теперь смотрите. Другой вопрос. Вот если у нас женился, повенчался в церкви. И бывает, жена умерла. Но он молодой. Ему лет 19. Он снова полюбил девушку. Женился и повенчался. Второй раз. Их повенчали. И сразу на 2 года обоих отлучают от церкви. Церковь не одобряют. Теперь бывает так, что жена в родах умерла. Ему 20 лет. Третий раз женится. При мертвой жене. Четвертого нет тут брака. Это разврат. А у вас официально 4 жены. Это не одно и то же. Вы согласитесь. У нас если 2 жены, его в церковь не запустят. Он прелюбодей. А у вас 4. Деда. А что, вам так завидно, что ли? Зачем вам глупости говорить? Завистно мне. Мне 81 год. Я вам говорю, что мы разные. Разные. Не надо говорить, что одно и то же. Не одно и то же. Наш Иисус не воевал. Я вам рассказываю, что у вас 4 жены официально разрешено. И надо колым платить. А здесь 44 голые. И вы все сюда явились. Здесь процента 85 мусульмане. А тут голые. Даром, даром. И вы, южные жеребцы, пашите на наших кобылах. Ну да, вот. Ну вот, так и есть. Я мусульман спрашиваю, скажите, что самое ценное в мусульманстве? Ни один не может ответить. Я говорю, самое ценное у мусульман 5-кратный намаз. А у нас 7-кратный намаз. 5-кратный. Это самое ценное. Они это держатся. Да. И иман. И иман самое ценное. Самое ценное намаз. Нет. И иман. Если есть иман, будет 5-кратный. 6-кратный даже намаз будет ночной. И будет уроза. Курбан-Байрам будет там. Жертвоприношение. Если нет имана, человек не может поверить и не будет сделать. Поверит. Его с детства воспитывают так. Но я вам сказал, спорить не будем. Вы просто не знаете. Все это можно сделать. Нет, я знаю. А 5-кратный намаз не сделать. Это имана. Вер и имана. Я гляжу, у вас папироса в руках. Вы курите. Вот ваша вера вся на этом. Вы курите. А у нас это не разрешается. И у нас не разрешается. Сейчас нельзя. Я не хочу разговаривать с курящим. Вы самоубийца. 12 лет жизни отнимаете. А тело человека это храм Божий. Какой же вы мусульманин? Это вы так нарочно. Никакой не мусульманин. Просто блудник раздетый. Вы с детства приучены. Сейчас пишут один где-то в Саудовской Аравии. 200 раз, 200 раз женился. Но он закон не нарушил. Четвертую жену выбрасывает, новый берет. Пять никогда у него не было. 200 раз женился. Это уже разграл. Нет, никак. Он не нарушил. Все пока на этом. Куряй в одиночку. Вам до моего возраста не дожить никогда. Потому что вы самоубийца. Все пока.